Всем привет! Сегодня тоже поговорим о проекте именно протокол и в своем видео я постараюсь изложить все самое интересное в кратком содержании. Проект с 2018 года был известен по другим названиям кода. Основатели протокола O1 Labs, очень мощные топ разработчики. И уже в 2018 году был закрытый сидраунд, где собрали 3,5 миллиона долларов от известных инвесторов, таких как Metastable, Polychain Capital, Electric Capital, Neville Ravikant, это соучредитель AngelList. Также хочу отметить, что в члены правления на сегодняшний день входит бывший исполнительный директор Zcash Foundation, Джош Цинциннати. В принципе, Mina Protocol – это улучшенная версия Zcash анонимной криптовалюты. В общем, проект кода был переименован в Mina Protocol и они вышли уже с готовым решением. Что же такое Mina Protocol? Mina – это протокол первого уровня, предназначенный для выполнения первоначального обещания блокчейна истинной децентрализации, масштабирования и безопасности. Ведь изначально было обещано, что блокчейн создаст децентрализацию и анонимность в крипте. Но по факту этого не произошло. И практически все транзакции отслеживаются, все как на ладони. Так как блокчейн открытый, видно кто, куда, в каком количестве переводил средства. Все это легко отследить, есть сервисы по отслеживанию транзакций, практически все переводы на кошельки видны. Также существуют способы блокировки транзакций, это уже реально централизованное мероприятие. Так вот, Mina Protocol пришла решить эту проблему, и какие преимущества мы видим? Mina Foundation и Ethereum Foundation заключили партнерство, и это открывает реально новые фундаментальные возможности. За счет технологии ZK-SNARK взаимодействия в том же эфире и разными DeFi проектами транзакции не будут записываться в публичную сеть блокчейна. Будут анонимные и децентрализованные. Как это работает? Вот есть у нас цепь блоков, и в каждый новый следующий блок фиксируются записи предыдущих о всех его изменениях. Фиксация идет друг в друга в виде снимка, таким образом вес самого снимка не растет и блокчейн остается облегченным. Простыми словами, данные не хранятся. Они хэшируются и при верификации происходит синхронизация с хэшем, то есть это такой длинный код. Тем самым происходит подтверждение без раскрытия самих данных с нулевым разглашением. Другими словами, принцип работы ZK-SNARK это легковесный снимок предыдущего состояния блока цепи в сети блокчейна. Таким образом все записи в виде легковесного снимка облегчают всю работу и вес самого блокчейна составляет около 22 килобайт. Также в пример можно привести разницу, если хранить целого слона или хранить снимок этого слона. Какие еще преимущества проекта мы видим? Это приватные отправления. Кому и сколько вы отправляли, ваши средства больше видны не будут. Комиссии за транзакции будут минимальны, так как есть свои ноды и валидаторы. Плюс вес самого блокчейна у Мина будет 22 килобайта. Поместится даже на смартфон. Разницу мы видим в сравнении у блокчейна биткоин. Уже ни для кого не секрет, что блокчейны старого типа, а такие как биткоин, ZK, Monero, Dash и им подобные, все они просто нереально весят. Сотни гигабайт информации и это очень неудобно. Каждый год у биткоина прибавляется примерно 50-60 гигабайт данных. Мина протокол решает эту проблему и его вес будет составлять всего около 22 килобайт за счет технологии ZK Snare. Существуют также десктопные кошельки, такие как TrustWallet. Они используют сторонние данные и блокчейн не хранится у вас на устройстве. Это не лучший способ на самом деле. Так же как и скачивать сотни гигабайт информации себе тоже. Мина протокол дает нам возможность хранить полную историю всех транзакций сети блокчейна даже на своем смартфоне. И нам не потребуется сотни гигабайт памяти. Это все реально способствует децентрализации. Продукт фундаментальный и будет очень востребован в ближайшее время. Мы живем в эпоху технологий и появляется множество проектов, реальных продуктов, которыми мы пользуемся. Но у каждого есть свои минусы. Это централизованная сеть, дороговизна транзакции, скорость транзакции, вес блокчейна. Процесс будет примерно такой. Если вы делаете обращение к сайту для определенных целей, будь то токен сейл или еще что-либо, то с этого сайта приходит на кошелек запрос на подтверждение заданного баланса. С кошелька Мина формируется снерк снимок, подтверждающий, что имеется тот самый баланс. Данные хэшируются и отправляются на подтверждение в виде снимка на этот сайт, откуда был запрос. Еще можете, имея токены, голосовать или стейкать их и получать награды за транзакции. Находить блоки. Можете быть тем, кто делает снимки снерк и будете претендовать на часть от дохода тех нод, которые находят блоки. Можно будет даже с телефона держать ноду, но в приоритете держать круглосуточность компа, это понятно. Минопротокол откроет новый поток желающих вступить в их цифровое поле. Это ближайшее будущее, которое изменит многое. Также можем посмотреть членов команды и инвесторов. У нас команда открыта и неанонимна. Мы можем на каждого члена команды зайти и посмотреть, кто они, откуда, чем занимаются. В проекте очень много математиков, закончивших Стэнкфорд, Оксфорд, Калифорнийские университеты. Работали даже в таких компаниях, как Goldman Sachs, Highlight, Facebook, Mozilla. Из известных инвесторов сразу же видим Coinbase, Electric Capital, Metastable, Multicoin, Neville, Ravikant, Co-Founder, AngelList, NGC Venture, Paradigm, Polychain Capital, 3Arrows Capital. Давайте откроем 3Arrows Capital. И мы видим, что BaseLayer инвестировал в три мощных блокчейна. Это Bitcoin, Ethereum и Polkadot. Очень грамотные инвестиции, а также он инвестировал в блокчейн Mina. Это очередной показатель. Открываем NGC. Также имеется подтверждение о проекте Mina. Открываем Coinbase. Проект с 2018 года по сегодняшний день привлек порядка 30 миллионов долларов. Последний раунд был закрыт на 11 миллионов долларов. И очень важный момент. Это 15 миллионов долларов было привлечено от Coinbase. И видим, у них на сайте Mina протокол тоже есть. Давайте зайдем на сайт Mezory. Видим сооснователь Consensus Andrew Case. Также из Paradigm. Fred Acher, сам из Coinbase. Neville Revicant. И фонды. В фондах у нас Paradigm. Metastable, Polychain. Electric Capital, NGC, Trieros Capital. Все, которых мы уже видели. Все фонды очень мощные, грамотные люди. Известные авторитеты. Умеющие верно оценить проект. Это для нас очередной с вами показатель. Заходим в Twitter. И смотрим, кто следит за проектом Mina. Достаточно большая аудитория. 36 тысяч подписчиков. Но нам нужны авторитеты. И мы видим проект. Nier, Anchor, Silo, Nervos, Andrew, мой криптодруг. Graph Protocol. Достаточно масштабные проекты. O1 Labs. Разработчики протокола. BZX, Solana, Polygon, бывший Matic. Quantstamp, Rank, CoinList у нас даже есть. CyberNetwork, Fabi, создатели Polkadot, OkiCoin. В общем, влиятельные все участники рынка наблюдают за проектом. И это говорит о многом. Теперь от экономики проекта. Начальная максимальная эмиссия – 1 миллиард монет. Будут награды за стейкинг с инфляционной моделью. Процент будет уменьшаться. Первые два года – 12% и до 7% в целом от 4 лет. Для того, чтобы децентрализованная сеть работала, необходима инфляционная модель. Для обеспечения жизнедеятельности сети. Да, это не биткоин, но Мина дает очень большой ряд преимуществ. В течение 6 лет будет имитировано 1 миллиард монет. И при этом пунктирной линией обозначена та самая инфляционная модель, о которой мы уже сказали. И в первый год будет эмиссия примерно 400 миллионов монет. Кому и сколько будет распределяться, сейчас посмотрим. Первый – это Community. Давайте по цветам ориентироваться. Зеленый цвет. Мина Foundation – второй розовый цвет. One Labs – также немного оранжевый. Core Contributors – тоже немного в первый год. И Bakers – объемно выглядит. Это таблица с той самой инфляционной моделью, которая стимулирует уровень стейкинга для повышения уровня инфляции. Для работоспособности, безопасности, в общем, для жизнедеятельности сети. Здесь отображены временные промежутки и процентные отношения. Здесь у нас 42,3% Community и 20,5% Bakers. Давайте разбор локов сильно углубляться не будем, так как Рафаэль в своем видео очень хорошо и четко изложил детально. Только можно в двух словах сказать, что у ранних инвесторов разлок будет постепенным. И это никакой угрозы не представляет для цены актива. А вот те, кто будет приобретать на токен сейле, разлок будет уже через 40 дней. Получается, что для комьюнити разлок будет не сразу, а последовательный в течение 4-6 лет. И если глубже глянуть, из чего состоит комьюнити, это 4,3% валидаторы раннего этапа, 7,5% комьюнити сейл, 11% для грантов, разработчики и так далее с локами на 4 года. Это 4,6% супер награды, 8,9% майнет, генезис это поощрительные награды за развитие сети, через 3 года награды за снейрк майнинг 6%. И в результате мы понимаем, что самыми крупными холдерами являются те, кто будет участвовать на токен сейле. Это 7,5% монет. И только они могут попытаться пролить цену. Но это не тот проект, где актуально лить цену. Потому что спрос превышает уровень предложения. Желающих очень много, а предложения ограничены. И при листинге на биржу будут выкупаться монеты. Поэтому, на мой взгляд, это очень безопасно и плюс сам проект топовый. Также есть у каждого возможность принять участие в проекте. Поучаствовать в челлендже. Таблица лидеров. Это посостязаться с остальными на активность и оригинальность различных действий, за которые дают баллы. На выходе мы получаем результат в таблице лидеров. Наградой будет до 500 тысяч токенов мина. 25 лучших участников получат по 20 тысяч токенов мина за свой вклад в сообщество. Это огромная плюшка. Есть разные задания и правила. Первое – это задания с твиттером, лайки, твиты, подписка. Второе – это реферальная программа. Все описывается, в принципе, доступно, понятно. Третье – это быть активным помощником в сообществе. Помогать новичкам, отвечать на вопросы, направлять к разным ресурсам и так далее. Награды за разные отличительные ценности. Это если вы проявляете в чатах уважительность, любознательность. Возможно, вы где-то проявляете превосходство, предлагаете всякие разные решения, системы. Открытость. За это все награждают. Пятый – это конкурс на лучший мем. Награда до 5000 очков. Шестое – это задание для реддита. В общем, много вариантов, чтобы победить в конкурсе. Не обязательно выполнять все. Каждый может превзойти в чем-то от других. И важная составляющая, я считаю, это стремление. Как говорится, дорогу осилит идущий. У сообщества есть Дискорд, Телеграм, Твиттер, Реддит. Все активно развивается. И они все друг другу помогают. Переходите по ссылке в описании, присоединяйтесь к сообществу. Опять же повторюсь, что Рафаэль в своем видеообзоре произвел расчет. И вывел предполагаемую стоимость актива – это 25 центов примерно. А проект я более оптимистичен. И верю, что в первые месяцы проект войдет не в топ-50, а в топ-20. Это, соответственно, от 2-3 миллиардов долларов капитализации. Цена актива может достигать 20, 30, 40 долларов. Доходность от 10 тысяч процентов прибыли при цене 25 центов. Конечно, на 100% никто не может сказать, где будет проходить токен сейл. Но все опытные люди уже предполагают платформы. Самое ожидаемое из них – это CoinList. Тем более на их платформе уже проект имеется. Совет для всех один. На платформе иметь не один аккаунт, а несколько. Плюс пройти верификацию. Подавать документы в хорошем качестве. В приоритете первоначально – это права водительского удостоверения. На втором месте – это загранпаспорт. Желательно все сделать заранее, так как верификация занимает время. Бывает не один день, даже и не неделя. В итоге мы понимаем, что проект топ из топовых. По всем показателям. Участие, по моему мнению, обязательно. Это не финансовый совет. Если вы хотите стать частью чего-то большего, чего-то нового, то это та самая возможность. Проект Мина Протокол. Самый легкий в мире блокчейн. 22 килобайта. Который открывает новые горизонты. Подписывайтесь на мой канал. Оценивайте видео. Буду стараться делать интересные обзоры. Всем удачи. Пока. Продолжение следует.